Новые сенсационные кадры снежного человека. Зачем он вышел к людям? Клянусь Богом. Мам. Невероятные свидетельства очевидцев. Кто создает монстров-кровопийц? По виду это было нечто среднее между человеком и горгульей. Чупакабра терроризирует Владимирскую область. Откуда взялось это существо? Она вся лысая. Кое-где, у нас, как говорит Наташа, волосенки, у нее мордочка удлиненная. Новые данные о подводных чудовищах. Что узнали ученые? У них коричневая кожа, очень плотная. И у них есть выпуклости наверху спины. С таким плотным покрытием, как у крокодилов. Опасные встречи в лесу. Кто похищает разум охотников? Так, абсолютно ничего не понимающие, да, то есть пустые глаза. И как это, как мурок на них какой-то напущен. Эти шокирующие кадры сняты на днях в горах Сан-Бернардино на западе США. Посмотрите, между деревьями виден силуэт гигантского мохнатого существа. Этот монстр подкрадывался к отдыхающим, но они вовремя его заметили. Жительница Калифорнии Клаудио Акли рассказывает, как все было. Со своими дочерьми она отправилась в поход. Туристы решили сделать небольшой привал на этой поляне. Как раз в тот момент они заметили нечто громадное, похожее на сосквотча. Так в США называют снежного человека. Дочь Клаудио успела достать смартфон. Клянусь богом. Мам. Я вижу его. Он возле дерева. Да. Это его плечо? Да. Я хочу пойти домой прямо сейчас. Он двигается? Да. Покрытый темной шерстью огромный монстр находился всего в 10 метрах от девушки. Она набралась смелости и сделала несколько шагов вперед. Это был шанс впервые в истории снять на видео снежного человека с такого близкого расстояния. Он был там. Он не показывал зубы. У него были полностью черные глаза. Он начал раскачивать дерево вперед-назад. Я поняла, что нам пора уходить. Клаудио Акли полагает, что калифорнийский снежный человек весил не меньше 350 килограммов. Эту видеозапись эксперты будут изучать и с помощью компьютерных программ постараются получить более четкое изображение. Но на этот раз есть и другие доказательства. Гигант оставил заметные следы. Кроме того, несколько деревьев оказались разодраны в щепки. Это своего рода маркер сосквоча, привычные отметки на соснах, скрученные стволы деревьев на высоте 3-4 метров. Бывший заместитель шерифа округа Эль-Паса, штата Колорадо, исследователь аномальных явлений Чак Жуковский уже сталкивался с таким феноменом. Взгляните на снимки из его архива. Стволы вековых сосен в самой гуще леса кто-то сломал, как спички. Это громкое расследование Чака началось со звонка в 911. Инцидент произошел на окраине Колорадо-Спрингс. Звонивший мужчина был сильно напуган. Он сообщил, что огромный двуногий монстр перебежал через дорогу прямо перед его автомобилем. Чак Жуковский сразу же выехал на место. Ему повезло. На тот момент сохранились отчетливые гигантские следы. Видите, как будто кто-то оттолкнулся ногой в этом месте. Вот тут он перебежал через дорогу и отсюда прыгнул. Вот так. Вот тут, с другой стороны, это место. Прыгнул вот на эти камни. Прямо наверх. Высота камней примерно 3 метра. След правой ноги. Для меня эти снимки как трофей для охотника. Заместитель шерифа и его напарник решили рискнуть. Они пошли по следу снежного человека. Через полсотни метров обнаружили скрученные стволы сосен. Значит, существо могло передвигаться по этой траектории. Дальше его путь, скорее всего, проходил вдоль ручья. И вдруг мы услышали рев. Мы затаились в кустах. Кто-то шел по ручью. Шлеп, шлеп, шлеп. Я смотрю на Джо, у него глаза стали больше очков. Мы подождали пару минут и поняли, что он пошел обратно. Мы подошли прямо к ручью. Когда посмотрели на валуны, я клянусь, на них были мокрые пятна. Даже сейчас я рассказываю вам, и у меня мурашки по коже. Он был настолько близко, на расстоянии 5 метров от нас. Этот ролик по оценке Чака Жуковски также не постановка. Видите, в правой части экрана нечто похожее на большой темный куст. Дальше происходит невообразимое. Он поднимается на ноги или задние лапы и метает бревно, как копье. Рост двуногого лесного гиганта не меньше 2,5-3 метров. Это зрелище так увлекло офицера Жуковски, что после выхода в отставку он полностью посвятил себя расследованием подобных аномальных случаев. Мы видели следы на таких поверхностях, с которых невозможно снять слепок. Например, следы на хвое. Однажды я видел отметки ягодиц. Сосквотч сидел и наблюдал за тропой. Было даже видно след руки, когда он опирался, чтобы встать. Со мной был парень-спасатель, а он очень хорош в своем деле. Он сказал, определенно, кто-то большой тут присел отдохнуть. Я спрашиваю, насколько большой. Он говорит, большой и тяжелый. Весом примерно 300 килограммов. Впервые самка снежного человека попала в объектив камеры в 1967 году. Полвека ни одна видеозапись или фотография не могла конкурировать с легендарным видео-спати. Однако в последние годы все больше очевидцев сталкиваются с такими существами, как Сосквотч или Бигфут, Чупакабра, Лохнесский монстр. В разных уголках земного шара охотники за чудовищами идут по их следу. Какие новые факты удалось отыскать Чаку Жуковский и его коллегам? Почему жуткие монстры все чаще появляются перед людьми? И чем это нам грозит? Я родился и вырос на этой земле. Я, как всякий нормальный человек, хочу знать, как устроен этот мир. Узнать ту часть мира, которая еще менее всего исследована. Взгляните на эти жуткие останки. Их обнаружили жители города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Странная тварь небольших размеров лежала на земле и не двигалась. Очевидцы осмелились подойти к ней и запечатлеть на камеры своих телефонов. Поразительное создание, похоже, не то на мутировавшую собаку с массивными мускулами, не то на легендарную Чупакабру. Может, это она и есть? Шокирующие кадры попали к исследователю аномальных явлений Антону Сбоеву. Однако он быстро распознал в останках чудовища обыкновенный муляж. Когда мы, так сказать, охотились на Чупакабру, искали ее по горячим следам, в соседнем районе сделали подделку куклу Чупакабры, выложили в интернет. Сначала все ой сенсация, потом мы присмотрелись внимательно к снимкам, которые были, как обычно, традиционно нечеткие. И рассмотрели, что у нее вместо зубов в гвозди. То есть кукла. Ну, как я написал в комментариях к этому видео, за старание опять, а по предмету не вот. Человек в обозримом будущем окажется на Марсе, и это научный факт. Но как его там встретят? Несмотря на то, что мы давно и упорно изучаем Красную планету, знаем мы о ней очень немного. Есть ли там жизнь? Каковы действительные условия существования? В конце концов, что находится на обратной стороне Марса? Ответы на эти вопросы мы изложили в нашем новом документальном сборнике «Тайны Марса». В нем мы собрали самую последнюю информацию. Рассказы участников марсианской программы. Самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты. Новые, неизвестные ранее марсианские факты. Более подробно информацию на эту тему можно получить здесь. Опасные встречи в лесу. Кто похищает разум охотников? Абсолютно ничего не понимающие, да, пустые глаза, и как это, как мурок на них какой-то напущен. Что за существо терроризирует Владимирскую область? И она вся лысая. Ой, где у нас, как говорит Наташа, волосенки, у нее мордочка удлиненная. И на кого охотится голодный монстр? Открывает голову. У нас даже боятся, что это уже наушники. Во Владимирской области несколько месяцев только о Чупакабрии говорили. И причина вовсе не в муляже. Эта съемка сделана во время расследования Антона Сбоева в селе Булатниково. Местные жители напуганы разбоем, устроенным сразу в нескольких частных хозяйствах. Из кур и кроликов полностью высосал кровь некий неизвестный хищник. Вот они у нас, знаете, на садовой, на базаровке. Вот у меня у тетки шесть кур поварили. У меня пять кур петуха. Вон, Наташа поймала. Открывает голову. У нас даже боятся, где-то уже на улице. Возле соседнего села Федорково нашли поврежденные деревья. Посмотрите, ни одному лесному зверю подобное не под силу. Появилась версия, что в регионе началось нашествие Чупакабр. Сбоев и его коллеги срочно выехали на место. Вы знаете, у нее такой след. Вот я вам, например, покажу сейчас. Вот есть лавка у собаки? Вот мякошка. Она вот такая вот продолговатая. И у нее, знаете, какой след? Вот два вместе. Такое ощущение, она как кенгуру. Так прыг. Передвижение у нее. Две вместе. Понимаете? Вот в чем дело-то. Такой след не могли оставить ни дикие собаки, ни лисицы. Нападению неизвестного зверя с массивными задними лапами и большими клыками подверглись сразу несколько хозяйств. Я сама-то собака. Я в чем была и быстренько запихнула свою. Я подошла и говорю, а ты кто? Смотри на нее, она на меня. А я лечка. Вот, вот так вот. Я говорю, что такое? Это что за зверь? Ну, я за лаками. Она вот в Ленке Гудин огород, соседки. Ты встала там за сеткой, ты смотришь на меня. Я на нее. Я взяла камень и пульнула. Чтобы успокоить население, местный егерь нашел объяснение. По его словам, это была дикая собака или рысь. Но очевидцы описывают монстра совсем по-другому. Она серо-черного цвета, барбатая, хвост вот такой, лысый. И она вся лысая. Кое-где, она, как говорит Наташа Волосенке, у ней мордочка удлиненная. В Булатниково прибыл целый отряд исследователей. Подмога экспертов из Кирова и Мурома. Удастся ли им вместе с местными жителями остановить нашествие Чупакабр? В арсенале Антона Сбоева самое современное оборудование. Включая фонари, прожекторы, тепловизор, который позволяет засечь объект на расстоянии до 250 метров. Ультрафиолетовый фонарь. Малейший след, оставленный Чупакаброй, будет замечен. Ультрафиолетовый фонарь используется по аналогии с криминалистами. То есть он позволяет обнаружить какие-нибудь следы, потенциально следы крови, еще что-нибудь, что угодно, чего не видно в обычном свете. Вот, это ее следы. Вот, 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 видите, вот, вот, это следы ее. Вот, что ни на есть, самый четкий, есть следы. Насколько опасной может оказаться Чупакабра? И чего можно ожидать от разъяренного монстра? Вот, видите, она горло отгрызает, выпивает кровь и все. Вот, 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 чего. Вот что еще удалось выяснить. Ни в одном из случаев разбоя деревенские собаки на монстра не реагировали. Невероятно, но их словно загипнотизировали или сильно испугали. И, ну самое главное, собаки ее боятся. Вот, соседка и собака сидела в конуре и даже не гахнула. Она тоже сказала. Вот собачка. Она даже не вышла из кунови, представляете? Команда исследователей осмотрела окрестности. Возле одного из заброшенных домов необычные сдвоенные следы вели в подвал. Чупакабра могла затаиться именно там. Так, и вот именно здесь она, видимо, и пролезла. Да, вот следы начинаются. Она пододки залезет, она вот. На кафе тоже лазит, здесь вот тебе приглянуть. А, думаете, не здесь, а по верху? Нет, она по верху лазит, она по верху не лазит. Вот лето, если она будет, они будут до лето, они на всех полы. Часть группы осталась на ночное дежурство у заброшенного дома. Однако Чупакабра в свое логово больше не вернулась. Вероятно, почувствовала опасность. Эти жуткие кадры сняты на американском ранче в окрестностях города Тринидад в Колорадо. Пострадал крупный рогатый скот. Фермеры забили тревогу. Ни один дикий зверь не мог оставить такие страшные раны на теле животных. Как и в России, в США неизвестное чудовище высасывало кровь из своих жертв. Главным элементом в этих убийствах является кровь. Крови нет. Кровь выходит через надрезы, которые сделаны с хирургической точностью. Как мне кажется, тот, кто стоит за всем этим, больше всего заинтересован именно в крови. Первая вспышка активности Чупакабры была зафиксирована в 50-е годы прошлого века в Пуэрто-Рико. Там чудовища нападали на кос. Затем голодные монстры появились и в Мексике. А сегодня о Чупакабре можно услышать во всех уголках земного шара. Она чаще встречается в Латинской Америке, куда не так просто попасть. Обычно говорят, что кто-то видел какое-то маленькое существо, бегущее ночью. У нас громкий случай, в котором упоминалась Чупакабра, произошел в городке Сент-Луис. Владелец ранчо, на котором были обнаружены изуродованные животные, был уверен в том, что их убила Чупакабра. Во Владимирской области нынешняя вспышка активности Чупакабры не первая. В октябре 2012 года пострадали хозяйства Меленковского района. Неизвестное существо тогда высасывало кровь не только у кроликов и птиц, но и у свиней. Что самое невероятное, убитые жертвы были аккуратно выложены в один ряд. Было даже несколько десятков заявлений в полицию. Именно поэтому даже местные власти не могли этот случай игнорировать. Случай, соответственно, получил большую огласку. И тогда без привлечения собирали на облаву всех местных охотников. Они буквально цепью прочесывали лес, устраивали облаву по всем правилам, как это обычно делают на волков. У исследователей аномальных явлений есть гипотеза. Логово кровожадных монстров может находиться на северо-западе Владимирской области в труднодоступных районах. Не зря эти места в древнерусском фольклоре называли гиблими. И вот там, можно так сказать, начинается, как в песне «Заповедные дремучи страшные муромские леса». Там уже и находится так называемое «Черное болото», местная аномальная зона, где иногда даже летающие неопознанные объекты замечали. Местные жители относят «Черное болото» к опасным, блудным местам. Оказавшись рядом с ним, легко сбиться с пути. Невероятно, но, как выяснилось, в этой аномальной зоне выходят из строя даже самые надежные современные навигаторы. Два человека из нашей команды отправились домой пораньше, и мы по фонарикам видели, как они уходят сначала правильно, а потом они просто развернулись на 180 градусов, при том, что у них навигатор в руке был, и ушли в другую сторону. Догоняем их, кричим им вслед. Они разворачиваются, они уверены были, что идут правильно, с навигатором в руках. То есть так вот случайно подтвердился факт блудного места. Может, в этой аномальной зоне чупакабрам и удается скрыться? Исследователи выдвигают и более смелые гипотезы. Что если блудное место и вовсе служит порталом в иное измерение? И где в таком случае проходит граница между привычной реальностью и миром неизвестных науке сущностей, чудовищ и духов, в которых верили наши предки? Коренные американцы и сегодня считают, что Землю населяют разные существа. Я могу обратиться к разным племенам – Апачи, Наваха, Ютам. У меня есть возможность контактировать с представителями многих племен. Все они верят, что Землю населяют четыре класса существ. Отсюда лепреконы, гавайские мини-хуны, гномы. Затем люди-муравьи. Их называют так не потому, что у них огромные глаза, хоть это так и есть, а за то, что они живут под землей. В славянском фольклоре сохранилось описание существ, которые обитали в лесах, озерах, болотах. Это кикиморы, лешие, водяные. Встреча с ними ничего хорошего не сулила. Народ Манси, аборигены Северного Урала, верили, что по соседству с ними живет Менк – хозяин леса. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые этим летом собираются в Сочи. Дорогие друзья, 29 июня, а это будет пятница, в легендарном зимнем театре славного города Сочи состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить о том, о чем я не всегда могу говорить с экрана. Ху есть мистер Трамп, наш заклятый враг или завербованный московскими экскортницами последний патриот антиглобализма? Объединимся мы с Украиной или опять пойдем в Европу поодиночке? Почему Стивен Хогинг убеждал человечество сидеть на своей планете и не высовываться? И какая она на самом деле жизнь на других планетах? Отвечу на все ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте bill24.ru и в кассах зимнего театра. Итак, 29 июня встречаемся в зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Все в Сочи. Снежный человек снова бродит по Кузбассу. Чем опасна встреча с духами гор? Просто так, абсолютно ничего не понимающие, да, то есть пустые глаза и как это, как мурок на них какой-то напущен. Новые данные о подводных чудовищах. Что узнали ученые? У них коричневая кожа, очень плотная. И у них есть выпуклости наверху спины, с таким плотным покрытием, как у крокодилов. Алтайцы и шорцы до сих пор рассказывают, что в районе Телецкого озера обитают эзи. Между собой эти существа общаются телепатически. Они обходятся без огня и оружия. Могут управлять животными, воздействуя на них с помощью гипноза. Вот эти народы, которых Кызласов археолог в китайских летписях нашел сначала, что в районе Сибири, в районе Телецкого, в районе Китайского моря, которое сейчас называется Телецкое озеро, жил народ, который засыпал на зиму, жил в пещерах, замерзали, как лягушки. Охотники и сегодня знают, чтобы остаться на ночлегу Телецкого озера, нужно спросить разрешения у хозяев этих мест эзи. Иначе эти существа могут заманить человека в лесную чащу и горные пещеры. И вернуться назад не получится. Их принято считать злыми просто потому, что они слуги эрлика. Эрлик – это подземный мир, что-то, ну, скажем так, не очень хорошее. Но на самом деле они никогда просто так ничего неприятного творить не будут. Это видео снято на Кузбассе, на склоне горы Зелёная. Посмотрите, за деревьями появилось нечто громадное и мохнатое. Существо заметили туристы. Девушка, снимавшая на телефон, в ужасе выронила его из рук. Кто это? Кузбасский снежный человек? Или, может быть, хозяин тайги из древних преданий? Алтайский охотник за монстрами Вячеслав Кречетов изучает это видео, используя профессиональное оборудование. В его личном архиве собраны многочисленные видео и фотосвидетельства, рассказы очевидцев. Уже около 50 случаев, объяснить которые с точки зрения официальной науки невозможно. Какие-то такие случаи, которые происходят в тайге, в тайге уже через несколько дней, уже не найти никаких следов. Да, то есть, это затрудняет любое расследование. Но были случаи, когда несколько человек участвовали, например, в одном событии. И тогда просто я опрашивал этих людей, ну, в разных местах встречался с ними. В общем-то, рассказы их сходятся. Этот кадр могут признать историческим. Он был сделан на горе Зелёное в тот же день, что и видеосъёмка. Однако изображение было утрачено из-за сбоя фотокамеры на морозе. Его пришлось восстанавливать. Посмотрите, на снимке видно лицо гигантского существа. Оно скрылось за считанные секунды, как только заметило, что за ним наблюдают. У исследователей есть альтернативная гипотеза. Тот, кого сегодня принято называть кузбасским йети, может становиться невидимым, управлять животными и людьми, дистанционно воздействуя на их головной мозг. Йети, конечно же, тоже относят к телепатию в первую очередь. И якобы именно поэтому его зачастую не удаётся ни обнаружить, ни заснять, даже когда человек якобы его видит, потому что он просто гипотизирует человека. И даже есть такая шутливая поговорка, что чупака, брата, собака, йети. Исследователь Вячеслав Гречетов опросил жителей многих алтайских деревень. Выяснилось, что похожих по описаниям существ люди называют по-разному. Высокие, лесные, тахези. Обычно встреча с ними заканчивается плачевно. Как показывает статистика, очевидцы погибают в течение короткого промежутка времени. Ну, а в результате находит его повешенным. Ну, либо какой-то другой несчастный случай. В этот период у человека меняется характер. Он становится более агрессивным, более замкнутым. Перестаёт общаться. У коренных народов Алтая существует свод древних правил, которые позволяют себя обезопасить. С раннего детства они знают, что нельзя откликаться, если в тайге услышишь собственное имя. Так голодные духи пытаются установить контакт с человеком. После этого они могут явиться в образе молодой девушки, женщины с младенцем на руках, охотника, который просит о помощи. В наши дни происходят аномальные случаи, которые заставляют поверить древним легендам в опасных и могущественных тахэзи. Два подростка встретились в лесу, встретили белую женщину, высокую белую женщину в белых одеждах. Потом этих подростков обнаружили, они прыгали с какого-то пригорка. Просто так, абсолютно ничего не понимающие, то есть пустые глаза и как это, как мурок на них какой-то напущен. Подростков отвезли в районную больницу. Но вывести их из состояния, похожего на принудительный гипноз, врачам не удалось. Родители обратились за помощью к местной шаманке. Она провела древний шорский обряд. Обряд проходил очень тяжело. После окончания обряда она оказалась вся в крови, в избушке, где она его проводила. После окончания обряда она рассказала, я летала на это их собрание, праздник. То есть у них отняли их души, забрали. И ей пришлось драться. И вот, говорит, одного я душу отбила, а второй умрет в ближайшие дни. Предсказание шаманки сбылось. Один из подростков умер, не прожив и месяца. Второй через три года. Голодные духи тайги забрали души, которые однажды к себе заманили. Коренной народ Алтая считает Тахези хозяевами тайги. Они разумные и могущественные. В древнем эпосе есть и другие подобные сущности. Хозяева воды, суэзи и духи огня, отези. Дух есть у каждого камня, у каждого перевала, у каждой горы. У воды, у каждого отдельного источника, у каждой отдельной реки. И все это огромное количество духов. Такое же количество, как нас, людей на Земле, на планете. Напрямую обращаться к Тахези и другим алтайским духам могли только шаманы. Шорские считались самыми сильными. Еще сто лет назад за помощью к ним приезжали люди со всей Сибири. В начале 30-х годов прошлого века этнограф Леонид Потапов исследовал культуру и обряды народов Алтая. Он составил перепись шаманов Южной Сибири. Но это обернулось трагедией. Прямо по его работам, по его спискам были физически уничтожены все шаманы Шории. Не осталось ни одного. Если кто-то и остался, то исключительно случайно, потому что отсутствовал на тот момент, да, был где-нибудь. Древние знания о могущественных обитателях гор, озер и лесов были утрачены. Но сами сущности, вероятно, остались. Как их не разозлить? И чем могут навредить голодные духи Алтая? Междуреченский район Кемеровской области. Место, где зафиксировано больше всего случаев встреч с лесными или высокими. Чаще они появляются перед людьми весной и осенью. Существует это нечто, да, которое, ну, в каком-то гипнотическом виде навязывает образ. Цели и задачи мы не знаем, то есть для чего оно это делает. Может быть, для того, чтобы скрыть истинный образ. Возможно, вот то человекообразное, вот это лохматое существо и есть истина его, да. Это шокирующее видео попало в эфир многих американских телеканалов. На побережье штата Джорджия, в районе Национального заповедника дикой природы, выбросило тело морского чудовища. Нечто поразительное на берегу острова Сен-Саймонс первым заметил турист Джефф Уоррен. Он вместе со своим сыном проплывал мимо на лодке и снял этот ролик. У подводного монстра длинный хвост, маленькая голова и вытянутая шея. Оно не меньше двух метров. Служба рыбных ресурсов и дикой природы США поспешила успокоить население. Сообщили, что это разлагающееся тело акулы. Однако криптозоологи в этом сильно сомневаются. Жуткое существо больше похоже на разновидность плезиазавров или лохмесское чудовище. Откуда оно могло взяться? И как оказалось на берегу? Научное сообщество убеждено, что интересоваться монстрами, изучать конкретные случаи, плохо для репутации ученого. Люди боятся, что про них будут говорить. А, он в такое верит. А я уверен в существовании монстров. Не то, что я верю, я знаю, они существуют. С этой информацией я сейчас работаю, этим занимаюсь. Еще один впечатляющий кадр. 54-летний житель Дрездена Торстон Котш сфотографировал нечто загадочное и пугающее в реке Эльбе. Мужчина прогуливался по набережной Кеннигсуфер. В воде он увидел длинное темное существо. Оно высунуло из воды сначала хвост и спину, а затем небольшую голову на длинной шее. Торстон успел сделать только один снимок на свой смартфон до того, как монстр скрылся в глубинах водоема. Двойника Несси недавно заметили и в албанской части озера Преспа, возле деревни Претер. Массивное существо то вытягивало длинную шею, то снова погружалось под воду. Невероятно, но старожилы вспомнили, что в начале 70-х годов прошлого века похожий монстр уже появлялся в озере. После этого из водоема исчезла почти вся рыба. А теперь, внимание, дорогие зрители, приглашаю вас на премьеру нового выпуска программы «Страшное дело», которая выйдет в эфир в субботу 9 июня. Что будет? Рубрика «Рептилоида нашего времени» будет посвящена нашим проворовавшимся чиновникам, потерявшим стыд богатеям, которые все жрут и никак не могут нажраться, нашей духовной оппозиции из патриарших прудов, что сидит по папиным квартирам, полученным по временам позднего Брежнева, да жалуются, что страна им, видите ли, попалась дерьмовая, при этом их собственное, номенклатурное дерьмо, им кажется, что пахнут исключительно фисташками. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью готовы на любое свинство. Ещё будет рубрика «Только не глотай» о том, на что способен современный человек ради дешёвой славы, дешёвых шмоток или дешёвой любви. Не учи учёного! В этой рубрике покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке и в Европе без голливудских приукрашиваний. Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в субботу, 9 июня в 18.00 и до самой полуночи беспрецедентный проект российского телевидения «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что не соскучимся. Откуда сбежало опасное чудовище? По виду, это было нечто среднее между человеком и горгульей. На этом месте были найдены изуродованные тела козы и собаки. И как поймать подводного монстра? И вот что я понял. Такие существа есть повсюду. Новые данные о подводных чудовищах. Что узнали ученые? У них коричневая кожа, очень плотная. И у них есть выпуклости наверху спины, с таким плотным покрытием, как у крокодилов. А это видео снято в штате Мэн, на северо-востоке Америки. Ранней весной, около пяти минут, очевидец наблюдал поразительное зрелище. По реке проплывало нечто, похожее на огромную рептилию. Откуда появились все эти подводные монстры? И почему Несси больше не прячется? Я исследую феномен лохнессского монстра с начала 80-х годов. И вот что я понял. Такие существа есть повсюду. В США это чудовище озера Шамплейн. В Канаде нечто похожее на реликт живет в озере Аконаган. Я бывал там, пытался его выследить. Эти кадры сняты на легендарном озере Лохнесс. После долгого затишья там снова заметили монстра. Свежее видео выложили туристы. Путешественник из Уэльса Робби Джонс вместе с друзьями находился на берегу, на склоне холма. В комментариях к ролику мужчина признается, что в момент съемки сильно волновался. Он пытался снять Несси как можно ближе. Огромное существо с вытянутой шеей движется прямо к катеру, а потом обходит его стороной. Англичанину Йену Кэмпбеллу и его сыну Фрейзеру повезло еще больше. Они увидели самку Несси с детенышем на более близком расстоянии и даже сумели сделать несколько кадров. Я подумал, а что это такое необычное в воде? Я вроде такого еще не видел. В общем, там было как будто два существа. Я даже не знал, что и думать. Разные варианты приходили на ум. Но оно было слишком большим для всего, за что его можно было принять. Я не мог понять, каким образом оно двигалось. Но оно двигалось довольно быстро. Я видел их около 10 секунд, пока они не исчезли. Глава центра «Лох-Несский проект» Эдриан Шайн – ветеран среди охотников за монстрами. Шайн и его группа исследовали среду обитания Несси. Шотландское озеро глубоководное. Даже летом вода в нем не прогревается выше 5,5 градусов. Подходящие условия для реликта. Однако в водоеме недостаточное количество пищи для гигантского существа. Исследования показали, что единственная растительность в озере – одноклеточные водоросли. Видите ли, разумеется, мы тщательно обследовали дно. И визуально, с помощью подводных видеокамер, и с помощью сонаров. Однако же, все упирается в вопрос биологической продуктивности. Озеро совсем не изобилует пищевыми ресурсами. Кроме того, мы много раз покрывали участки сетью в исследовательских целях. Но всегда безрезультатно. По одной из гипотез, логово древних реликтов может находиться не на дне озера, а гораздо глубже. Через подводные тоннели и пещеры, отверстия в илестом дне, чудовища уходят в подземный океан. Его существование доказали ученые. Вряд ли воды этого океана стерили. Что, если там укрылись потомки доисторических гигантов? Кэйти Элизабет из Соединенных Штатов пять лет выслеживала монстра озера Шамплей. Провела много часов в укрытии, из которого вела фотоохоту. И есть результат. В распоряжении криптозоолога четыре видеоролика, на которых отчетливо видно, что в водоеме обитает нечто гигантских размеров. Установлено, что Шамп чаще всего появляется перед очевидцами вечером с шести до половины девятого. Около восьми часов вечера я заметила два объекта. Сначала подумала, что это были лодки. Но я попыталась сфокусировать свою камеру. Затем получилось так, что я увидела, как это существо подняло свою голову с шеи очень медленно. И скрутила шею, подобно змее, а затем аккуратно погрузилась под воду. Это было просто что-то. Это шокирующее видео могло исчезнуть в архиве, но его вовремя разместили в сети интернет. На озере Шамплейн на борту катера работала киногруппа. После команды «Мотор» в кадр случайно попало гигантское существо. Смотрите, оно скользит по поверхности озера. Все бросились из каюты на палубу, чтобы лучше рассмотреть монстра. Оператор продолжил съемку. Огромное существо то выныривало на поверхность, то снова погружалось глубоко под воду. Оно было невероятно длинным, возможно, длиннее катера. Ни официальная наука, ни местные власти существование монстра Шампа не признают. Однако можно ли игнорировать многочисленные видеофакты? Средний размер Шампа обычно от 15 до 25 футов в длину. Несколько свидетелей утверждают, что как минимум 35 футов в длину, но таких очень мало. У них коричневая кожа, очень плотная. И у них есть выпуклости наверху спины, с таким плотным покрытием, как у крокодилов. А по бокам очень блестящая кожа, что, собственно, является признаком амфибии. Это все объясняет, почему мы так редко видим их на поверхности. Они могут дышать через кожу. Я думаю, что это существо, наполовину рептилия, наполовину амфибия. А это кадры из личного архива опытной туристки Ольги Лыгиной. Она не раз бывала в продолжительных походах по горному Алтаю. Слышала множество легенд о таинственных обитателях этих мест. Однако случай у озера Уймин шокировал девушку. Группа туристов расположилась на берегу труднодоступного водоема на ночлег. После сложного перехода через горный перевал все легли спать. Дальше началось нечто просто невообразимое. Среди ночи одна из девушек просыпается и слышит, что недалеко от палатки, где-то в кедровом лесу, ведется разговор. Разговор на алтайском языке, явно женскими голосами. Около трех-пяти голосов, наверное, было сложно идентифицировать, потому что, повторюсь, речь шла на алтайском языке. Бубнили, 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 бубнили. Потом что-то петь начали. А кто-то прийти туда явно не мог. Это была ночь. Это глухая тайга. Это труднодоступное озеро. От ближайшего населенного пункта идти четыре дня на лошадях, как минимум. Невероятно. Но позже выяснилось, что коренные народы Алтая горы возле озера Уйминь всегда называли поющими скалами. По легенде, именно здесь озерные дивы проводили свои шабаши. Может, древняя традиция жива и в наши дни. И алтайские русалки по-прежнему на несколько часов выходят из воды для совершения своих таинственных обрядов. Это светловолосая девушка. Как правило, очень красивая. Очень сексуальная, да. Опасна тем, что влюбившись в нее, она заберет. Вообще, они опасны. Ну, дух воды, как правило, связан с опасностью утонуть. Это еще одно место, на котором старожилы Алтая советуют долго не задерживаться. Замок горных духов. Древние скалы находятся на перепутии дорог и охотничьих троп. Местные жители знают, что если переночевать поблизости от замка горных духов, наутро будет болеть голова, обострятся болезни сердца, может появиться кашель. Туристы время от времени попадают в эту ловушку. По своим ощущениям этих мест, да, бытует мнение, что замки забирают энергию почему-то. Якобы это такое странное место, которое вытягивает каким-то образом вот энергию из людей. Однако бывало, что алтайские сущности напротив приходили людям на помощь. Громкий задокументированный инцидент произошел в 70-е годы прошлого века. В Абакане на перегоне Бескамжа-Казанет машинисты увидели прямо на железнодорожных путях женщину. Ее рост был не меньше трех метров. Она махала руками, подавала сигналы, чтобы поезд совершил экстренное торможение. Они подъехали, и все исчезло. И помощник спустился, значит, и на рельсах увидел двух младенцев. Оказалось потом при расследовании, то есть это, естественно, милиция разбиралась с этим вопросом. Женщина бросила двух своих детей. Естественно, они видели не ее, они видели какую-то другую женщину, потому что та была, по их рассказам, 3-4 метра высотой. Нереальной высоты. Последний шокирующий случай произошел неподалеку от старого, золотоносного прииска Калтас. Возле охотничьего домика появилось человекоподобное существо с оленьями рогами на голове. На него наткнулся один из охотников на моралов. Я его фамилию не назову, ну, у нас браконьерством кое-кто занимался, и постоянно это происходит. Он говорит, я хотел козла подстрелить, пошел туда, по этой речке, по Калтасу, ушел далеко. В этот домик зашел, чай попил. Слышу, говорит, какой-то на улице звук. В окошечко глянул, там окошечко маленькое, стеклянное. Опа, говорит, смотри, на поляну мужик выходит с оленьями рогами на голове. Женщины, 10 человек выходит в каких-то длинных одеялах, одеяниях. И они, говорит, начинают кружить, он сейчас руками водит, они, говорит, танцуют, хоровод там у них, что-то происходит. А я, говорит, не пойму, какое-то состояние у меня непонятное. То ли я, говорит, во сне, то ли наяву. В Древнем Египте знали о могущественных богах с головой ибиса, волка, сокола. Эти загадочные существа нарисованы на храмовых фресках и папирусах. В Древней Греции рассказывали о полуптицах, полуженщинах-гарпиях, которые похищали детей. О горгонах с прекрасными женскими лицами и змеями в волосах. Они одним своим взглядом превращали воинов в камень. Все эти мифы принято считать вымыслом. Но тогда почему полулюдей, полуживотных описывают коренные народы на всех континентах? Более того, жутких монстров встречают и в наши дни. В резервации коренных американцев Нью-Мексико однажды видели летающее существо, похожее на дьявола из Джерси. По виду, это было нечто среднее между человеком и горгульей. На этом месте были найдены изуродованные тела козы и собаки. Мне сложно вести расследование в резервациях. К счастью, там есть свои следователи, с которыми я обсуждаю произошедшее. Когда я выхожу на улицу в темное время суток, то стараюсь быть всегда на чеку. Беру с собой защиту. Видеокамеры смартфонов уже совершили революцию в криптозоологии. За последние годы, кроме рассказов очевидцев, появились десятки роликов, на которых можно рассмотреть неизвестных науке существ. Может, совсем скоро охотники за чудовищами вернутся из очередной экспедиции с трофеем? Поймают чупакабру или снежного человека? Или стоит прислушаться к советам наших предков и опасных сущностей, лучше понапрасну не злить? А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. Продолжение следует...